Привет, я Данилка, а это видео про снег в играх, которые вы смотрите на ютубе. В своем предыдущем девлоге я упоминал о том, что сделал снег в юнити с теселяцией, блэкджеком и прочими атрибутами успешной инди-игры, а в этом видео хочу раскрыть эту тему подробнее, ведь рассказать есть о чем. Вы когда-нибудь задумывались, как делают вот такое? Опытные геймеры вам сразу скажут, что здесь используется теселяция, но типа, что это и зачем? До момента разработки игры, признаться честно, я слышал только название этой технологии, пришлось разбираться. А в изучении любой области важно идти от простого к сложному, чтобы просто не умереть от количества информации, которая сваливается на тебя. Именно так я и поступил, поэтому самый простой вариант реализации снега, сделали помятый плейн, накинули на него текстуру снега и готово, отлично пошли дальше. А дальше у нас плоскость, где с помощью текстуры, процедурной или любой другой, сдвигаются вершины наверх и получается какое-то подобие сугробов. Но это именно сам снег, а я, мы все-таки хотим увидеть следы на нем. Получается, нужно сохранять путь, пройденный персонажем. Для этого можно придумать множество вариантов, например, сохранять массив вершины, передавать его в шейдер, или же рисовать сразу путь на текстуре, что немного удобнее, так как текстуру можно воспринимать как массив данных, ну, либо способ, который использую я. Когда персонаж перемещается, за ним остаются частицы. Эти частицы не видит основная камера игрока, но их видит специальная камера сверху, которая записывает все, что видит, в рендер текстуру. Белый есть след, черный его нет. Но у этого подхода есть один явный недостаток. Для четких следов нужна плоскость с большим количеством полигонов. Если сделать слишком мало, снег будет некрасивый и ребристый, даже на этапе создания сугробов. А если слишком много, ваша видеокарта будет плакать. Почему? На пальцах не объясняется отдельная большая тема, но так, вам понадобится знание о том, как устроена компьютерная графика и какая вообще роль у видеокарты в компьютере. И как она просто циферки превращает в треугольники на экране. Но раз нельзя делать слишком высокополигональные мэши, что тогда можно? Решение в одном слове. Теселяция. Специальный алгоритм, который увеличивает количество полигонов в реальном времени, причем только на тех участках, где нам это необходимо. Да, этот вариант тоже подкидывает лишних вычислений, которых хотелось бы избежать, но их меньше, чем в случае с огромным числом вершин сразу на всех моделях. Готового решения в Unity из коробки нет, его нужно реализовывать самостоятельно. Если раньше я знал о теселяции только название, то теперь мне предстояло узнать, что состоит она из трех основных этапов, это Hull Shader, Tessulator и Domain Shader. Вот эти два этапа можно программировать, то есть влиять на то, как они обрабатывают входные данные и формируют данные на выход, а Tessulator не программируется, это просто функция, написанная Microsoft, которая где-то там сама вызывается. Hull Shader отвечает за то, насколько сильно будем разбивать треугольник. Не обязательно треугольник, можно еще квадрат и линию. Такой набор вершин для разбиения называется патчем. Теселятор на основе данных, полученных от Hull Shader, делит этот патч на кусочки. А Domain Shader, в свою очередь, решает, как разместить эти маленькие кусочки патча в пространстве. На этом этапе, например, применяются алгоритмы сглаживания, чтобы модель была не такой угловатой. И в простейшем случае эти этапы помещаются между вершином и фрагментным шейдерами. На словах мне было все предельно понятно, а реализовать это казалось, ну, типа сложновато. Вроде и шейдер, но в шейдер графе такое не сделать, не хватает функционала. Надо писать руками. Ровно, кстати, как и мой шейдер эхолокации, а еще можете посмотреть мои девлоги, если не видели, я там о ней рассказываю. На самом деле, в любом случае пришлось бы делать это руками, чтобы адекватно совместить теселяцию с эхо. Вообще, написание шейдеров — это, в принципе, отдельное развлечение. Сложно ли их писать? Безусловно, да. Просто ли их писать? Тоже, да. В противоречии? Да. Сама концепция написания простая. Все-таки я пишу на высокого уровням языке, который так и называется High Level Shader Language, так и еще и с некоторыми упрощениями от Unity. Мне, например, не нужно думать, как правильно проинициализировать каждый из этапов. Но это все-таки другой стиль программирования, к нему надо просто привыкнуть, нужна насмотренность. Банально, чтобы научиться программировать, нужно программировать. Своё погружение в теселяцию я начал с осознания того, как работает халшейдер и что туда вообще писать надо. И вот знаете, раньше натыкался на шутки о том, что у Microsoft не самая лучшая документация, но думал, что это лишь преувеличение. А потом захотел посмотреть, что делает каждый из атрибутов, но увидел лишь краткое описание, равносильное названию, а еще что у них можно задать и какими типами шейдеров они поддерживаются. Удивительно, но атрибуты теселяции поддерживаются только шейдерами теселяции. Так что в моменте я такой, а, вот теперь понял. В халшейдере можно формировать два основных параметра. Фактор ребра, показывающий сколько вершин будет добавлено на ребро патча, и внутреннее разбиение, насколько сильно будет разбита внутренняя часть патча. Первая добавляет вершины по периметру, вторая по площади вот внутри. Выглядит этот узор интересно, но вы можете заметить, что контур сферы несколько меньше теселированного брата. А еще когда я передвигал контроллер сферы, сам мэш оставался на месте в центре мировых координат. Связано это было с небольшой ошибкой на этапе домейн шейдера, хоть я и разбирался на тот момент только с работой хала, его нельзя использовать без написания домейна, так как они работают вместе. Дальше я попробовал сделать клиппинг отдельных треугольников. Все-таки теселяция значительно увеличивает их количество, а если треугольник за пределами камеры, то и рендерить его не надо. Сейчас в правом нижнем углу вы видите, как они пропадают, когда все вершины скрыты, даже если сам треугольник находится в кадре. Исправляется это добавлением небольшого значения, которое подбирается методом тыка. Это число говорит о том, насколько далеко можно увести вершину за кадр, прежде чем она будет считаться скрытой. Аналогично сделал отсечение задних треугольников, которые повернуты по направлению камеры. Но вы этого сейчас не видите, так как они сзади. После сделал зависимость теселяции от расстояния до камеры, ведь нет смысла разбивать то, что находится где-то там вдалеке, нам нужны вот детали прям вот здесь, вблизи. Добавление вершин это хорошо, но этот этап не изменяет внешний вид самой модели. Так что я перешел к реализации алгоритмов сглаживания, всего я нашел два. Начал с теселяции по фонгу, это имя вы могли слышать из освещения по фонгу, которое является усовершенственной версией освещения по ламберту. Вообще у Луца есть классное видео про зарождение 3D графики, и сам фонг там упоминается. Рекомендую, кстати, просмотр, если еще не видели. На просторах интернета нашел статью, даже несколько, описывающие оба алгоритма теселяции, которые я реализовывал. Ну и формулы к ним там тоже были. Вычисления у теселяции по фонгу максимально простые, особенно если не забывать, что вот эта точка — это не умножение, а скалярное произведение векторов. Эту статью и остальные найденные мной материалы про теселяцию в Юнити вы можете найти в моем наполовину полном телеграм-канале, ссылка в описании, ну или вот на экране. И знаете, несмотря на то, что я говорил раньше, я все-таки пытаюсь объяснять простым языком, но вот так вот выглядит графическое объяснение теселяции по фонгу. Я ровным счетом ничего не понял, когда увидел это впервые, но давайте на пальчиках. Любую точку на треугольнике можно получить с помощью барицентрических координат. Это как интерполяция, но только между тремя точками, а не двумя. Сами коэффициенты барицентрических координат вычисляет теселятор. После того, как мы получили координаты точки, необходимо ее сместить. А куда? У каждой вершинной треугольника есть своя нормаль. С помощью этой вершины и ее нормали можно задать плоскость. Проецируем нашу точку на каждую из трех плоскостей, берем среднее значение между всеми этими позициями и получаем необходимое нам. Когда я реализовал эту умную штуку, получились вот такие подушечки. Фиксятся они с помощью интерполяции между первоначальной позицией и вычисленной по алгоритму. Методом тыка выяснил, что ее значение должно быть равным 0,5. А если делать интерполяцию меньше нуля или больше единицы, то получаются вот такие интересные ежики. Но обнаружились еще две проблемы. Видите вот эти дырки? Они появляются из-за того, что я сдвигаю вершины на гранях, у которых разный уровень разбиения. Исправил опять методом тыка, перемешивая индексы граней. Почему они должны быть именно такими, не понимаю, но это работает. А еще видите подергивание по краям? Это скрываются треугольники, которые отвернуты от камеры, но не настолько сильно, чтобы их не видеть. Исправляется добавлением небольшой погрешности. А еще в процессе оказалось, что в юните есть предел на разбиение треугольника. Вот это минимальный треугольник. Следующий алгоритм, который я попробовал, это PN-треугольники. В нем вычисления уже посложнее. Вот все формулы, которые я просто захардкодил. И получилась такая игра, где надо под правильным углом посмотреть на фигуру, чтобы понять, что изображено. Хотя на самом деле я опять накосячил с переписыванием формул. А если в этом алгоритме меняют значение интерполяции между начальным положением и вычисленным, треугольники начинают вести себя странно. Они крутятся, сжимаются и получаются достаточно интересные узоры. С чем это связано, я не знаю. Но точно так же, как и в тистилляции по фонгу, интерполяция 0.5 здесь дает нужный результат. Но я решил все-таки оставить первый алгоритм, так как он проще в вычислениях и как будто в моей реализации дает более приятный результат. Хотя в материалах, с которыми я ознакомливался, говорилось, что PN треугольники дают лучший результат. На что мне ответить нечего. Тисселяция была готова, но нет самого снега, ради которого я все это и затеял. Решил использовать код Unity для генерации шума, так как шумы это отдельная сложная тема, разбираться в которой я сейчас не готов. На входе в функцию перепутал местами параметры и получился полосатый шум. Несколько раз уронил Unity, получив ошибку о том, что в моей видеокарте может быть плохо из-за кода, который я написал, пока пытался сдвигать тисселированные вершины по шуму. В конечном итоге получилось, и тисселяция себя показывала как надо на этом шуме, добавляя все больше деталей к поверхности по мере приближения камеры. Но на сфере снова можно увидеть дырки. Это происходит из-за того, что алгоритм, который использует Unity, не таялит шум, то есть значения на краях не переходят плавно друг в друга. После начал использовать рендер-текстуру с частицами, но что-то опять пошло не так, и когда частица находилась в центре, сдвиг вершин происходил в непонятном месте, а еще клиппинг на больших треугольниках тоже начал работать неправильно. Плюсом была забавная проблема, следы появлялись с задержкой, долго не мог понять почему, а дело было в дефолтных партиклах от Unity. Они по краям почему-то серые, они прозрачно-белые, из-за этого было наложение, и белый получался не белый. Поэтому следы появлялись с замедлением, ведь для сильного смещения им нужен именно белый цвет. И вот первый рабочий вариант снега. Здесь сугробы большие, так как иначе их не было бы видно, поскольку нормали у вершин остаются такие, как будто бы это обычная плоскость, а я все-таки какие-то вершины сдвигаю вниз, какие-то вверх, следовательно нормали надо тоже пересчитывать. Для пробы моего подсчета использовал диффузное освещение по фонгу, которое уже реализовано отдельной функцией в Unity, что очень удобно. В очередной раз накосячился координатами, но зато нормали правильно реагировали на свет, чем я уже был доволен. После корректировок следы начали корректно пересчитывать нормали. Можете заметить, что границы снега при удалении начинают забавно плавать при уменьшении фактора тесселяции. Вообще это так бросается в глаза, потому что полигоны самого меша большие, а я их еще и сильно разбиваю. Тут на самом деле можно подбирать такие значения, чтобы эти подергивания были минимальными, ну либо же как-то заранее готовить сетку. Вспомнил, что самому шуму снега тоже надо пересчитать нормали, и да, вы все видите сами, это что-то полосато-кирпичное, а вот теперь оно считается правильно. Кто-нибудь заметил проблему в этом подходе? Если мы увеличиваем размер плоскости, то надо увеличивать видимый размер области камеры снега, но тогда рендер текстура со следами сильно теряет в точности. Чтобы это нивелировать, можно увеличить разрешение текстуры. Ну а что если мир большой? То ее текстуру надо большую, а это не то чтобы хорошо, почему возвращаемся к работе видеокарты. Я придумал следующее решение, повесить камеру не над всем миром, а вот прям над игроком закрепить ее и проецировать то, что она видит не на всю плоскость снега, а только на один ее кусочек. Этим я и занимался, да, не с первого раза, далеко не с первого раза, я уже не знаю сколько раз за это видео накосячил с вычислением тех или иных координат. Местами были интересные эффекты, местами неожиданные, местами вообще непонятно почему она работает так, а не как мне нужно. Но в конечном итоге все получилось просто прекрасно, ну прям типа как я и хотел. Прикрутил ко всему этому делу шейдер эхо локации, дополнительным бонусом получил поддержку карт нормалей в шейдер эхо и остался этим прям очень доволен. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом с друзьями, всем пока.